Форум был интересный, интересный обмен и все. Я хотел бы все-таки, чтобы было больше обсуждение стратегии, как наращивать силу и так далее. Это сделать большинство более приятными, потому что на этапе строительства. Разница в Канаде, конечно, день и ночь, это вообще без правил, но идут такие тенденции во всем мире, все зависит от степени сопротивления и контур давления, все зависит от соотношения сил. Тут люди очень разобщены, у нас уже есть профсоюз, поэтому наше положение лучше, но такие тенденции к внедрению в власти администрации, коммерциализации и так далее, все это ощущается. До такого абсурда, до полного разрушения, еще подзывы, по России не дошло. Надеюсь, что не дойдет. Надеюсь, что вы тоже сможете отбить это. Скажите, пожалуйста, а вот степень сопротивления? Вы сказали, что в Канаде сопротивления больше. То есть там независимые профсоюзы охватывают больше преподавательского состава, там сами преподаватели, в чем это выражается, если так конкретно? Ну, я могу сказать, да, у нас почти все университеты в нашем регионе, франкоязычном, они организованы в профсоюзе, только в одном нету. И повсюзни, на самом деле, это главный, как можно сказать, бастион против этого выступления, это не администрация университета самостоятельно, это власть стоит за этим. Вообще, вообще политика в социальной сфере, значит, расходы сокращают, коммерциализация и так далее. Это выступление капитала, что сказать.